С 18 по 20 мая в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов прошли международные лихачевские чтения, которые ежегодно проводятся с 1993 года. Лихачевские чтения приобретают все больше размах и становятся все более представительными. На конференцию практически со всего мира съезжаются десятки крупнейших деятелей науки, культуры и искусства, общественные и политические деятели. В рамках программы «Простые вопросы» нам удалось записать ряд интервью за кулисами форума. Сегодня предлагаем вашему вниманию беседу с Петером Дудкевичем, директором Центра изучения государственного управления и общественной политики Калтонского университета Канада, доктором философии, профессором политологии. В штатах и в Канаде они зашли в собственную лобушку, из которого они не могут выбраться. Без страха сейчас невозможно строить политику. Беларусь и по географии, и по стилю управления ведет себя довольно интересно, потому что хочет быть мостиком между испорченными отношениями России с Западом и Западом, который просто не хочет напрямую еще иметь дело с Россией по многим вопросам. Петр, вы знаете, на меня произвело сильное впечатление ваше выступление. Вы говорили о страхе. Страх как политика и политика как страх. Немножко необычное заявление, исходя из того, что, к примеру, многим, наверное, кажется, что современные политики, особенно супердержав, такие как Россия и Америка, наоборот, делают очень смелые заявления. И как раз-таки страх не то, что присущих в современном мире, ну, допустим, последних нескольких месяцев или лет. Вы знаете, так кажется, но мне кажется, что на самом деле происходит что-то другое. По принципу яйца, потому что там оболожка твердая, а внутри очень мягко. И поэтому даже большие страны, которые заявляют твердые вещи, такие как то, что мы будем делать то, все другое, будем менять мир, будем противостоять чему-то или кому-то, на самом деле их возможности это делать очень слабенькие. Поэтому здесь яйца хороший пример. Не надо обращать на эту скорубку, которая, она очень твердая, и она будет оставаться еще более твердой, потому что просто никто не хочет показаться слабым. А на самом деле внутри любой системы большая хрупкость и большая слабость. Из этой слабости неуверенности в будущем, неуверенности, как делать вещи, неуверенности по поводу, будет ли средство делать эти вещи, которые политикам хотелось бы даже делать. Из-за этого возникает страх. Страх о том, что будет завтра. И этот страх порождает определенные способы поведения, и он порождает совершенно другую политическую игру, так внутри, как и вне любой страны. Петр, тогда причина любого страха, ну, наверное, это как бы боясь за собственную жизнь. Значит, можно ли предполагать, что за этими смелыми заявлениями, как лидера России или лидера Соединенных Штатов, глубоко таится страх выживания? На человеческом уровне, да, на общественном уровне это выглядит чуточку по-другому, потому что на личном уровне мы боимся, мы боимся за свое здоровье, что будет с нашими детьми, что будет с нашими пенсионными фондами, что будет для молодых людей, где они будут работать и так дальше, и так дальше. Это проблема экзистенциального страха, это проблема страха о выживании. На общественном уровне страх выглядит совершенно по-другому, потому что он не об единицах, не о гражданах, он об обществе. Значит, там уже игра идет о государственных политиках, там речь идет о государственных политиках, которые основываются по нашему подходу на страхи. Миграционная политика, например, оборонная политика, часть внешней политики, часть политики по отношению к меньшинствам, образовательная политика. Она меняется, потому что страх играет более и более существенную роль в приготовлении и в осуществлении этих политик. Посмотрите на очень простой пример. Миграционная политика, как она меняется за последние 3-4 года. С волной мигрантов, которая пришла из Сырии, из Северной Африки и так дальше, вся политика Евросоюза по отношению к мигрантам, она либо ужесточилась, либо она сейчас становится стержнем несогласия между такими странами, как Венгрия, Словякия, Польша и остальные части Евросоюза. Значит, страх перед другим, страх перед тем, что они придут, страх перед тем, что они возьмут час нашего состояния, таким или другим способом. Она повлияла уже не на личные отношения, она повлияла на межгосударственные отношения. Позвольте такой вопрос, который касается вашей Родины, ну, отчасти моей Родины, соседей, окружающих мою страну Беларусь. Я общаюсь с коллегами-журналистами и, говоря о страхе, я сталкиваюсь с такой парадоксальной мыслью, что они вполне серьезно опасаются агрессии со стороны России. Что это? Исторический страх? Это придуманный страх? Или это какая-то, скажем, политическая игра? Без страха сейчас невозможно строить политику. Надо чем-то людей пугать, потому что предложить им что-то положительное очень сложно. Поэтому страх в политике играет очень важную роль. Оно заменяет реальные действия государства, подменяет их. Оно делает государство в глазах граждан более легитимным. Вот сейчас польское правительство говорит, посмотрите, мы о вас заботимся. Мы заботимся о вашу безопасность. И мы не дадим русским войти в Варшаву. Это есть довольно сильный ход. Конечно, никто из польских политиков не верит, что русские танки будут в Варшаве. Но повторять это надо им для того, чтобы создавать атмосферу хрупкости, того, что просто что-то может такое произойти, что только они, они могут выбраться из этого очень тяжелого положения. Но в ситуации многих польских политиков это даже больше, чем о том, что я говорю. Я здесь просто думаю, что там проблема, которая не касается уже политики, а психолога и врача. Петр, подскажите, такое расхожее мнение о том, что нынешняя волна политиков, современные лидеры европейских государств и других в сравнении с теми, кто вышел на гребню истории, допустим, в середине 20 века, во время Второй мировой войны и после нее, очень сильно уступают. Иногда говорят, что это связано с тем, что престиж политической деятельности упал и в политику самые яркие, интересные личности не идут. С другой стороны, я слышу такое мнение, что времена сейчас не те, и неужели вы хотите жить во время Второй мировой войны, когда вам нужен сильный лидер, типа Черчилля или Деголля? Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, много элит, и политических, и экономических, и европейских, и то же самое мы видим это в Штатах и в Канаде, они зашли в собственную ловушку, из которой они не могут выбраться. Они просто перестали думать, на самом деле они перестали думать об основных элементах своего управления обществом. Это значит, что, как их действия будут перекладываться на жизнь каждого из нас. Они просто себе устроили, они бороются за власть, за деньги, и они это все получили, и сейчас дрожат от страха, что это от них отнимут. Потому что они ничего хорошего пока предложить не могут. Так что, можно сказать, что политики 20 века это были, ну, альтруисты, благородные люди? Нет, они просто пытались как-то сбалансировать влияние государства и влияние рынка. Они пытались с помощью государства, по крайней мере, обеспечить определенные элементы страха каждого из нас. Они пытались обеспечить школы, больницы и так дальше, и так дальше. Сейчас об этом меньше и меньше говорится. Почему? А это проблема личности или воспитания? Или исторического средства? Нет, это проблема системы, в которой мы живем. Они пришли абсолютно в ловушку. Они обещают на одно, делают другое. Сколько можно это делать? Они гиппокрыты большого порядка. Они говорят, что, пожалуй, россияне вон от Крыма одновременно могли войти в рак тоже с абсолютным изнасилованием международного права. Но если мы так говорим, кто-то начинает понимать, что здесь не идет речь о собственных обществах, а здесь идет речь о частных интересах этой элиты. Вы сказали такую уникальную вещь, что теперь даже банкиры не верят в то, что говорят. Конечно, не верят, потому что просто они живут своими идеологиями и своими ритуалами, что завтра будет лучше после какого-то колебания. А оказалось в 2007 до 2010 года, что без совершенно другого подхода к кризису они не могут сами выбраться из кризиса, который они сами создали. Но сейчас все об этом забыли уже. И мы ждем следующего кризиса для того, чтобы всем напомнить. Ребята, с тех пор вы ничего не научились. А следующий кризис будет гораздо хуже, чем кризис 2007 года. И они этого боятся. Они знают, что они ничего не могут сделать. Они знают, что они не могут поправить глобальный мировой рынок. То, что они могут сделать, это просто позаботиться о собственном кармане и о собственных деньгах. Вот это они могут сделать, и они прекрасно это делают. Я не говорю как крайне левый сейчас, и не говорю как сторонник левацкого подхода к экономике. Я просто говорю как один из этих людей, который считает, анализирует и приходит к выводу, что элиты не справляются не только с обществом. Они не могут справиться сами с собой. Позвольте в финале такой вопрос. Я не знаю, насколько вы хорошо знакомы с ситуацией в Беларуси и вокруг Беларуси, но вы совершенно точно понимаете, что географически и экономически мы находимся на пересечении многих интересов в связи с давлением или с интересами из Запада и с России. Как вы оцениваете тот путь, который сейчас избирает для себя Беларусь? И как вы думаете, куда ведет этот путь и к чему все это приведет? Буду откровенны. Беларусь и по географии, и по стилю правления, она ведет себя довольно интересно, потому что хочет быть мостиком между испорченными отношениями России с Западом и с Западом, который просто не хочет напрямую еще иметь дело с Россией по многим вопросам. Поэтому Беларусь занимает эту роль мостика. Это очень сложная роль, потому что этот мостик, он довольно узкий, потому что Беларусь не воспринимается еще на Западе как легитимный мост. Пока это мостик. И здесь то, что сделала Беларусь по Минским соглашениям, придало довольно большую легитимность господину президенту и Беларуси как стране. Будет ли это развиваться в ту сторону или нет? Это мне очень сложно судить, потому что я не специалист в этом деле. Мне кажется, что то, что сейчас утряслись отношения между Беларусью и Россией, это чрезвычайно важно, потому что таким мостиком можно быть, но с другой стороны надо спросить, а что Запад готов предложить Беларуси, если она что-то предлагает, что она потеряет, если она пойдет более сильно с Западом. Что тогда Запад предложит в обмен? Мой ответ – почти ничего. И поэтому таким мостиком можно быть, но при условии, что есть тесное сотрудничество между Беларусью и Россией. И тогда шансы Беларуси быть таким мостиком, они гораздо больше, чем быть мостиком без России, потому что тогда дорога в некуда. А уже Украина показала, что терпение Запада по поводу того, что будем вкладывать деньги и непонятно, как эти деньги там работают, исчерпало энтузиазм к новым цветным революциям. – Петр, большое спасибо за ваше время. Надеюсь, вы побываете в Беларуси, и у нас будет возможность еще поговорить об этом уже, когда вы составите свои впечатления. – Я очень давно, почти 30-летний, был в Беларуси, и очень хотел бы в этой стране побывать. – Будем рады вас видеть. Большое спасибо. – Спасибо большое. – Спасибо за ваше время. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.